Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала! С большим удовольствием ознакомлю вас с новинкой от компании LG. Нет, не думайте, что LG решила переплюнуть всех и создать смартфон с огромным размером дисплея. Нет, это планшет, действительно планшет от компании LG, который называется LG G-Pad 8.3. 8.3 это значит 8.3 дюйма диагональ экрана. Как мы понимаем, несколько нестандартно, но сразу могу сказать, по ощущениям он не сильно отличается от 7-дюймовых устройств, не очень сильно, и диагональ достаточно удобна для работы. Компания LG, большое спасибо за предоставленный для обзора образец. Итак, поехали! Начнем с комплекта, так как он очень простой, много времени на это тратить смысла никакого нет. Коробка выглядит вот так, в принципе, достаточно простая. В коробке мы увидим инструкции, кабель USB, microUSB и зарядное устройство. Больше ничего нет. Коробку откладываем в сторону, нам она не нужна, и переходим к самому планшету. Я обзор снимаю в начале декабря 2013 года. Планшет только недавно появился в продаже. Средняя цена его по Яндекс.Маркет Москва около 13 тысяч рублей. Много это или мало, решайте сами. На мой взгляд, нормально. Единственное, учтите, 3G здесь нет, то есть сим-карту в него не поставить. Итак, по диагонали. Начнем по порядку, буду рассказывать, показывать обо всем. 8,3 дюйма, IPS, экран, закрытый стеклом Gorilla Glass. И разрешение почти Full HD 1920 на 1000, даже больше, точнее, на 1200. То есть даже больше, чем Full HD. 273 точки на дюйм, и могу сказать, по экрану никаких претензий у меня нет. Экран очень яркий, очень сочные краски, и запас по яркости еще достаточно большой. Я специально просто ее уменьшил, для того, чтобы вам было комфортно смотреть все это на экране монитора. Автояркость работает, кстати, без проблем. Итак, это что касается экранов. Без 3G, я вот об этом вам уже сказал. Вес 338 грамм, в принципе, нормально. Не могу сказать, что это сильно много или сильно мало. Как-то мне вот, он у меня уже дней, наверное, 5. И почти каждый день носил его с собой, ну, как-то вот нормально. Не могу сказать, что он сильно тяжелый. Аккумулятор. Вот здесь не все так хорошо. 4600 мАч, в принципе, нормально. В принципе, режим ожидания держит хорошо, там, посмотреть фильм. Но вообще, если говорить о чистой автономности, то крутить видео с YouTube через Wi-Fi, разумеется, хватает около 5 часов. Не самый выдающийся результат, но, в принципе, мало тоже. Не могу сказать, что это мало. Ну, думайте сами. Может быть, следующая прошивка что-то исправит, так как Android здесь всего лишь 4.2.2. Обновлений пока нет, я только сегодня проверял. Ну, здесь автоматическое обновление стоит, проверяется периодически обновление, пока нет. 4.2.2. Далее, по характеристикам самого, скажем так, железа. Тут все в полном порядке, на мой взгляд. Очень известный, популярный процессор стоит, четырехъядерный, Qualcomm Snapdragon 600. Очень многие его знают, он стоял на флагманах не так давно. Так, то есть, частота 1700 МГц. И видеопроцессор также известный, интересный, по всем статьям, на мой взгляд, хороший. Это Adreno 320. Оперативной памяти тоже тут все в порядке, 2 гигабайт. То есть, за 13 тысяч, вот на декабрь 2013 года, за 80 небольших дюймов планшет, характеристики вполне хорошие. Что касается тестов Antutu, тут какой-то бардак. Объясню, почему я так говорю. Обычно я делаю тест Antutu два раза с перезагруженного устройства. Не важно, какого. Первый раз и второй. Если отличия очень небольшие, 100, 200, ну пусть даже 300 единиц, я тесты больше не делаю. Здесь же получились чудеса. Как раньше говорили, держите свои шляпы. То есть, получилось от 16 до 25 тысяч баллов. Мне сложно сказать в итоге, сколько этот планшет выдает. Потому что еще иногда во время того, как делал тест Antutu, он просто вырубался. Но на самом деле, я такой же с Nokia Lumia 920 встречал. Поэтому, ну, бывает несовместимость изредка, ничего страшного. Ну, поэтому будем считать, что здесь около 20 тысяч баллов. Вполне нормально. Игра Nova 3, которую я скачал и установил, она, кстати, идет совершенно без проблем, как и должна идти. То есть, ну, хорошо, четко, все отлично видно. Кстати, теперь по характеристикам дальше перейдем. Памяти 16 гигабайт в планшете доступно около 11. Плюс карта памяти microSD до 64 гигабайт. Она под такой достаточно удобной, на мой взгляд, заглушкой. Обычная microSD карточка. Кстати, я не поленился и проверил. Памяти здесь осталось всего 1 гигабайт. И я поставил еще карту памяти. Там 3 гига свободно. Попытался скачать Real Racing 3, не получилось. То есть, качать игры можно только на встроенную память. Но, в принципе, 11 гигабайт, мне кажется, это... Ну, мне вообще за глаза. Мне хватит. Но имейте в виду, что память на игры, приложение на карточку памяти без рута не поставить. Еще есть приятного. Есть GPS и есть GLONASS, которые работают, на мой взгляд, вполне замечательно. Я каких-то проблем не заметил. Определяется местоположение по GPS. Ну, с помощью интернета, естественно, тоже по Wi-Fi. Замечательно. Претензий никаких. Точность хорошая. Сейчас вам покажу. Если включить GPS и попробовать, например, до Кремля добраться. Ну, просто ради прикола. Сейчас я вам напишу. Я, кстати, представляете, живу здесь уже год. Живу я на Химовском. И не знал, что до Кремля пешком можно дойти всего где-то за 2,5 часа, судя по GPS. Ради интереса сейчас набрал. Прочитал маршрут. Короче, ну, вообще совсем недалеко. Сейчас просто GPS, наверное, отключен был. Холодный старт. В принципе, вот так вот считает все достаточно быстро. Ну, чего ты меня подводишь? До этого нормально все считал. Вот, ладно, пока GPS у нас разогревается и включается, расскажу о дальнейшей характеристике. Из приятного еще. Это инфракрасный порт. С его помощью мы можем управлять аппаратурой. Это на самом деле... Ну, чего ты меня подводишь? Ёлки-палки. И есть NFC, если вам они нужны. Камера 5 Мп. Кстати, фотографии получаются достаточно неплохие. Вполне. Видеозапись Full HD 1920x1080. В принципе, это вот все характеристики. Я сейчас расскажу вам про особенности этого планшета и покажу его внешний вид. Разберусь только с GPS. Вот первый раз на самом деле такое. Почему? Я, честно говоря, не понял. Сейчас, да, люди будут писать. Это Android, тормозит. Нифига подобного. На самом деле, обычно все работает четко. Это просто сейчас вот какая-то такая накладка. Ищем местоположение. Да. Это если пешком 2,5 часа. Вот. Если на машине, то, в общем-то, 33 минуты добираться. Ну и включаем GPS и, собственно, в путь без проблем. Вот. За накладку, извините, но действительно как-то странно. Обычно все работает значительно лучше и быстрее. Ну ладно. Не столь суть важна. Теперь посмотрим внешний вид планшета. Лицевая сторона, как и говорил, закрыта закаленным стеклом Gorilla Glass. И углы обзора, разумеется, IPS-дисплей. Углы обзора высочайшие со всех сторон, близки просто к идеальным. То есть, ну, конечно же, так и должно быть. Поэтому параметру претензий к планшету ни у кого, думаю, даже и близко не возникнет. Теперь внешний вид. Есть камера, разумеется, для видеозвонков. Есть датчик освещенности, как я вам говорил. И с лица он выглядит вот так. Никаких кнопок, ничего нет. Надпись LG. Сверху, как я уже вам и показал, есть инфракрасный пульт, инфракрасный датчик управления вашей техникой, телевизором и другими устройствами. Здесь, как и показывал под заглушкой, скрыта карточка microSD до 64 гигабайт. И для наушников разъем. По звуку что могу сказать? Если звук самого планшета это несомненный плюс, и он меня реально заставляет сдрогнуть. Если вы забудете громкость, убавите, включите фильм, он очень громкий. Может быть даже самый громкий из всех планшетов, что я слышал. Два стереодинамика, и пальцами их закрыть сложно во время игры. И, ну, молодцы, явный плюс. То, что касается звука в наушниках, он в принципе громкий, хороший. Ну, выдающимся его назвать не могу. Нормальный, добротный андроидовский звук, как видеоплеер через наушники. С одной стороны мы не видим никаких кнопок управления. Снизу мы видим, соответственно, микрофон. И видим для подключения к компьютеру microUSB. И с другой стороны кнопка включения-выключения и качельки громкости. Все на своих местах, в принципе, все стандартно. С обратной стороны, обратите внимание, задняя крышка, она металлическая. На мой взгляд, это и плюс, и минус. Плюс, ну, металл всегда, как-то считается, в дорогих устройствах всегда хорошо, приятно. Но, к большому моему сожалению, у меня есть две претензии. Первое, он марки, к сожалению, вам, наверное, видно. И протирать, кстати, его не так легко. То есть, я реально пытался, беру тряпку, протираю. Короче, ну, не очень хорошо оттирается. Ну, ладно, это мелочь, в принципе, с этим можно смириться. Второе, несколько лично мне показался он скользким. Из рук он не выскакивает, но все равно хотелось бы как-то, чтобы меньше скользил. На самом деле, может быть, лжи его стоило сделать каким-то рифленым. Было бы, мне кажется, более интересно. Ну, свои мысли я вам озвучил. Вот то, что мне не нравится в этом планшете, когда перейдем к плюсам и к минусам. Одна из вещей, это будет вот крышка, которая скользит. В остальном, в остальном, я еще итоги не подвожу, еще рано. Расскажу вам теперь о фишках этого планшета. Что касается Android 4.2, в принципе, здесь все стандартно, чего-то необычного нет. Есть, конечно же, множество фишек от LG. Ну, не только фишек там, то, что создать папки можно этим никого не удивить. А то, что, например, на рабочем столе, я почти, наверное, в каждом обзоре это показываю, можно изменить ярлыки, поставить свою фотографию на ярлык, можно переименовать, можно, в общем-то, ярлык даже сделать больше. О, вот это, кстати, я вот раньше не застрял, внимание. Тут можно очень много всего сделать, и молодцы. LG, лауншеры, я говорил и повторяюсь, на мой взгляд, один из лучших. Что касается пульта управления, выглядит он вот так. Для настройки, для получения кодов, вам нужен, конечно же, будет интернет. То есть, без интернета коды вы не получите. Принимаем, настраиваем и, в общем-то, пользуемся, управляем вашим девайсом. Вот он, телевизор в DVD Blu-ray. Это первая особенность. Что-то там включилось само. Обновление приложения. Нет, нам это пока не нужно. Это первая особенность. Что касается второй особенности. Это многозадачность, которая называется как Q-Slate. На самом деле, тут все очень просто. Не все приложения, но очень многие приложения, например, стандартный браузер андроидовский, мы можем сделать так называемую многозадачность во всей красе. Тоже я это уже видел, других, в том числе LG. Можем выбирать размер окна, можем сделать его прозрачным, непрозрачным, можем поставить несколько окон. Оконы, опять же говорю, не все работают, а, например, там калькулятор, музыка, по-моему. И несколько окон можно делать. И также легко их можно закрыть. Вторая фишка, которая, на мой взгляд, значительно интереснее, это так называемая многозадачность. Берем любое практически приложение. Да почему практически любое? Открываем и тремя пальцами, именно не двумя, а тремя, сворачиваем его в сторону. И берем еще, например, галерею. Так, ну нам обновлять пока ничего не нужно. И сворачиваем. Что получается? Опять же, ни одним, ни двумя, а то же самое, тремя пальцами мы выдвигаем такую штуарку и любуемся всей этой красотой. И это же приложение можно либо закрыть, либо запустить. На мой взгляд, очень клево и удобно. Молодцы, чем-то смогли выделиться. Но это не только на этом планшете, и на смартфонах так же бывает. Третья, третья получается, ну мелочь. Ну в принципе, тоже это постучать по экрану, это пробуждение планшета. Может быть не всем это нужно, но все-таки как особенность маленькую, но могу ответить. И что еще? Есть такая фишка, как сопряжение смартфона и планшета. Единственное, работает это только между марками LG. Моя Nokia не подключилась. На мой взгляд, спорно, насколько это нужно. Это уведомление о пропущенных звонках, там, социальных сетях, что-то еще. С телефона вашего выводится на планшет. Единственное, нужно обладать так же смартфоном марки LG. Ну и последняя фича, она на самом деле удобная, стоит о ней рассказать отдельно. Она есть даже на недорогих смартфонах LG. И мне бы хотелось, чтобы все производители без исключения сделали что-то похожее у себя. Потому что Quick Mema, это на самом деле штука очень клевая. Клевая буквально. Нам нужно сделать какую-то заметку, либо что-то подчеркнуть, написать. Мы нажимаем одну кнопку, точнее двумя способами. Либо через, как я показывал, сейчас я ее закрою. Либо мы через шторку, не спадающую, андроидовскую, ее включаем. Вот она. И пишем, что нам нужно. Выбираем, разумеется, шрифт. Все это можно стереть. Много достаточно функций. Настроить и цвета, в том числе, сохранить. Хотя она у вас по умолчанию уже сохраняется. Там номер телефона записать. Да вообще, что угодно. Сохранили, все, оно в галерее. Либо мы можем запустить ее нажатием двух кнопок одновременно. И вверх, и вниз громкость. В принципе, штука простая, но иногда может облегчить жизнь. На самом деле, с ее помощью можно сделать тот же самый скриншот. Элементарно. Хотя можно скриншот сделать, если кто не знает. Кнопка меню. Кнопка, то есть, извините, выключение. И кнопка вниз. В принципе, на любом андроидов устройстве делается скриншот. Ну, это я вот попытался рассказать вам вообще все нюансы, все минусы этого планшета. Есть еще гостевой режим, но это доступно уже на самом андроиде. В принципе, если памяти не изменяет, на 4.3 версии появилось. Но могу ошибаться. Здесь андроид 4.2.2, но гостевой режим есть. То есть, мы выбираем пользователя и даем ему ограниченно, например, ребенку маленькому, чтобы он не лазил в интернет. Мы интернет ему не дадим. В принципе, такая фича давно уже существует на ноких и достаточно успешно. И называется детский режим, так называемый. Но тоже можно в плюсик записать. Итак, ну что же, я думаю, у вас свое мнение о этом планшете сложилось. Что могу сказать я? Еще раз покажу вам саму меню, оболочка. В принципе, все красиво, нормально, доступно, быстро. Проблем не было. Ну, не считая того, что сейчас GPS просто, похоже, долго запускался и из-за этого несколько подтормозил. В остальном, реально, каких-то нареканий по планшету у меня нет. Все работает, все хорошо, удобно, красиво, можно даже сказать. Итак, теперь основные плюсы и минусы и моя личная оценка. Знаете, я вот в последний момент не решил, сколько баллов ему давать. Я даю оценку от 0 до 10 всем устройствам, которые тестирую в последние, может быть, месяца 4. Итак, давайте еще раз перечислим особенности. Конечно же, первая особенность – это пульт. Кому-то он здорово может помочь. Инфракрасный датчик здесь есть. Гибкий и удобный Android, оболочка от LG, которую я попытался вам подробно рассказать. Действительно красиво. Достаточно мощная, на мой взгляд, начинка. Понятно, что есть уже там и более мощные видеопроцессоры, но они, опять же, по цене на других устройствах. Здесь они, в принципе, не нужны. Также еще много фишек от LG и звучание динамиков. Рассказываю, рассказываю, а так и не показал. Исправляюсь. Включу вам фильм. У меня для тестов давно уже подготовлен один файл. Это Full HD видео. Громкость просто высшего качества. Реально. Я не знаю, как вам слышно. Но, вот, если забываете громкость убрать на всю и включаете фильм, реально можно вздрогнуть. Очень громкие динамики. Просто вот дискотеку можно устраивать. Это трейлер специально в Full HD. То есть, для тех, кому нужен реально громкий планшет, вот, пожалуйста. Мне кажется, только ради этого можно рассмотреть его к покупке. Это что касается плюсов. Минусы, в принципе, я вам в самом начале озвучил. Это крышка, которая, ну, к сожалению, в моих руках, по крайней мере, она как-то все-таки скользит. И маркась. И второй, ну, все-таки автономности хотелось бы побольше. Побольше, чем около, там, грубо говоря, там, 2-3 фильма. Все-таки. Хотя, может, опять же, повторюсь, прошивки исправят. Ну, что же. В принципе, планшет мне понравился. Кроме вот тех минусов, которые я назвал. И это только мое субъективное мнение. Лично мое. Вот в связи с этим, все равно, планшет достаточно высокую оценку у меня получает. И с учетом того, что стоит он 13 тысяч на старте продаж. Правда, без 3G, но все равно. И планшет у меня получает твердые 9 баллов. Ну, что же. Спасибо всем вам, что смотрите. Пишите свое мнение о этом планшете внизу в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Нас, как всегда, ждет много интересного. С наступающим Новым годом вас. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.